Давай представим, что времени в настоящем мире не существует. Дело в том, что наш мир не настоящий. Наш мир — это иллюзия. Наш мир — это квантовая реальность. Более ста лет назад ученые пришли к пониманию, что мир состоит из квантовых частиц. Но что это такое, до конца не поняли. На сегодняшний день есть основная религия, которая верит в то, что мир материальный. Ученые смогли посмотреть свои микроскопы и определить, что все состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из частиц. Из электронов, протонов и других частиц. Из чего состоят частицы, протоны, на сегодняшний день ученые пока не знают. Нет таких инструментов, чтобы углубиться во что, из чего состоит протон. Пока они не знают, не умеют этого делать. Но научатся, конечно же, научатся. Каждая частица состоит из пустоты на 99%. И всего лишь 1% — это движение электронов. Движение электронов по необъяснимым траекториям. 99% пустота и 1% — это движение мельчайших частиц. Из чего состоят частицы, как я сказал, мы не знаем. Все состоит из пустоты. Ученые стали исследовать, исследовать и пришли к выводу, что мир состоит на самом деле из квантовых частиц, которые меняют свои свойства при наблюдателе. Когда человек направляет свое внимание, когда кто-то направляет свое внимание, то частицы имеют свойство, квантовые частицы имеют свое свойство изменять свое состояние, когда кто-то наблюдает. Наш мир существует из нашего внимания, из нашего смотрения на то, что есть вокруг. И соответствует тому, что есть. Во что человек верит, то и происходит. Об этом мы отдельно поговорим в другом уроке. Сегодня мы говорим про время. Наш мир ненастоящий, то, где мы живем сейчас, больше похоже на виртуальную реальность, больше похоже на компьютерную игру, на очень крутую компьютерную игру. Но я стал понимать, что я не являюсь по факту тем, кто живет в этом мире, в этом материальном, казалось бы, реальном мире. Я тот, кто находится внутри, внутри этого механизма, этого тела, этого скафандра. Мне нравится представлять, мне подкинули эту идею, она мне очень понравилась, что наше тело — это космический корабль, который летит в космосе. Но ты не космический корабль, ты находишься внутри этого космического корабля. И я понимаю, я осознаю, что я тот, кто находится внутри этого тела. Но даже есть ощущение, что не прямо внутри, а как бы стоя за пределами этого тела. Связь происходит. Помнишь, как в фильме «Аватар», когда персонаж лежит в капсуле, а Аватар ходит по Пандоре. Аватар — синий человечек, такой высокого роста, ходит по Пандоре с хвостом, с интересным лицом, отличающимся от людей, с длинными руками, длинными ногами, ходит по планете. Но основной персонаж находится не в этом теле. Он находится как бы вне этого тела. Да, возможно, мое воображение имеет такую связку, потому что я увидел это в фильме «Аватар». Но в моих ощущениях я очень часто понимаю, что я вообще не являюсь этим телом. и даже этим персонажем. Я как бы стою со стороны и наблюдаю за тем, как проходит его жизнь. Когда могу заметить себя в моменте, то могу и выйти из того, кто играет эту жизнь, стать на сторону наблюдателя и смотреть со стороны за тем, что происходит, какие выводы он делает, какие решения принимает, какие последствия ждут его дальше в его векторах. Но я как бы нахожусь не в нем даже, но точно могу сказать, что я не являюсь этим телом. Я тот, кто управляет телом. Я тот, кто находится внутри, и тело подсоединено. И в состояниях моих, в которых я нахожусь, я могу эти состояния увидеть по реакциях моего тела. Я могу увидеть мое состояние внутреннее, потому как реальность вокруг меня, вот это пространство, в котором я нахожусь, пространство, в котором я живу, обстоятельства, люди, это все максимально связано с моим состоянием. Из моего состояния создается все, что я вижу снаружи, в осознанности или неосознанности. Состояние мое влияет на людей, которые мне встречаются, замечаются на персонажей. Состояние мое влияет на эмоции, события и обстоятельства, которые происходят вокруг меня. Я влияю на все, что есть вокруг меня. Каждый человек в моей жизни – это персонаж. И я замечаю это, я думаю, да господи, я раньше думал, что все же вот она жизнь, мы видим ее перед собой. Но потом ты понимаешь, все больше и больше, углубляясь в осознанность, что все происходит по другому сценарию. Все происходит не из логики твоих поступков, а из твоих состояний. Ты сам выбираешь, какие картинки и сюжеты будут вокруг тебя происходить. Следующее время, какое-то следующее время, наш мир ненастоящий. Он больше похож на компьютерную игру, он больше похож на виртуальную реальность, он больше похож на что-то, что не является основным. Представляешь, Илон Маск, один из самых влиятельных людей на планете Земля, в своем интервью заявил, его захейтили, сразу закидали помидорами, и он так аккуратненько, аккуратненько в сторону отошел и решил больше эту тему не обсуждать. Илон Маск сказал, что есть одна тысячная процента, что наш мир является основным, настоящим, что наш мир является тем, где мы живем по-настоящему. Странные выводы от одного из самых известных, влиятельных людей на планете Земля, но они вдохновляют. Интересные выводы. У миллионеров спросили, у одного известного, популярного предпринимателя, спросили, в чем заключается основной принцип его работы, что создает из него такого успешного, богатого человека, на что он сказал, я закрываю в своем кабинете и час-два часа я думаю, я создаю в своих мыслях, в своей голове, то, что потом видит мир на поверхности, наружи. Илона Маска должны были когда посадить в тюрьму в 2008 году за неуплату налогов и зарплат, за то, что у него большой кассовый разрыв и он ничего не может сделать, он знал, что на утро за ним придут и он закрывается в своем кабинете и вместо того, чтобы переживать, бояться, волноваться, что будет завтра, он начинает создавать в своей голове какая потрясающая компания, которую он создал, SpaceX, как она отправляет космические корабли, как она занимается автомобилями, как она занимается искусственным интеллектом и много других проектов рождались в его голове. Снаружи, Илон, о чем ты думаешь? Снаружи, посмотри, проблемы, беда, тебя посадят в тюрьму, но вместо того, чтобы бояться о тюрьме, Илон Маск закрывается и начинает думать, он создает в своей голове, это то, чему мы с вами учимся в этой школе, когда я думаю, я создаю, об этом мы отдельно поговорим, разберемся по полочкам, как создавать, как, как думать о том, чтобы создавать, ведь вся наша жизнь по факту создана нашими мыслями, нашими разрешениями, то, что ты себе разрешаешь, то и происходит. Мир ненастоящий, и в этом ненастоящем мире, чтобы переживать новый опыт, все больше и больше опыта, существует понятие времени, начало и конец, время, родился, умер, родился, умер, про смерть, у нас будет отдельное мощное видео, я его готовлю в себе, для того, чтобы представить перед вами классные мысли, идеи про смерть, хочу освободить вас навсегда от страха смерти, от иллюзии смерти, я перестал бояться смерти, с улыбкой к этому отношусь, даже могу заметить какие-то моменты в своей жизни, когда смерть или наступила, или была на миллиметр от меня, на один миллиметр от меня, смерти не существует, смерть не страшная, смерть это продолжение жизни, это переход из одной комнаты в другую, Бог не грустит о том, когда человек умирает, потому что для него это просто переход из одной комнаты в другую комнату, он был живой в этой комнате, вот я сейчас в кабинете, я выйду в коридор и пойду на кухню, это то же самое, конечно же он понимает, почему люди переживают, плачут, как они сильно относятся к стрепетам, к слову времени, потому что они расстаются со своими любимыми, но более того, мы вообще не понимаем, как иногда человек, который от нас уходит, появляется мгновенно в ту же секунду в другом образе другого персонажа, который появляется в нашей жизни, для Бога нет проблемы смерти, вообще нет трагедии по поводу смерти, да и для человека тоже нет трагедии смерти, если он смотрит на нее через осознанность, тем более, если он умеет смотреть внутрь себя и отключаться от мира физического, находиться в другом состоянии своего ментального тела, находиться в другом состоянии духовного мира, который не видим нашему глазу, но который такой же реальный находится внутри нас, есть огромное количество параллельных реальностей, которые происходят в один момент времени, в один момент времени, есть огромное количество вариантов жизни, Бог настолько всемогущий и всемогущий, 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 я имею ввиду, сильные, может все, а всемогущие безграничные, безграничные, он может создать не только один бесконечно прекрасный мир, в котором мы сегодня живем, и который состоит как матрешка из многих разных вариаций, но и создать параллельных реальностей огромное количество. Много осознаний приходит, если ты смотришь не через физические глаза, а через внутренние состояния, задаешься вопросами, спрашиваешь сам себя, как устроен мир, как устроено время, как устроена жизнь. И там ответы, которых даже в сказках не находишь, потому что они как ружева цепляют один другой все глубже, 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 показывают тебе истории, события, состояния, мысли. Ты начинаешь видеть другими глазами, не физическими. Намного, наверное, важнее, интереснее видеть глазами внутреннего своего ментального тела, внутреннего человека. Ой, там так интересно все глубоко. Давайте по шагам, по шагам туда пойдем, в эти состояния. В настоящем мире, в настоящем месте, где ты находишься, время измеряется совсем по-другому. Иначе оно тоже есть, но оно идет нелинейно. Оно как бы вытянуто в высоту. Не линейно. Все происходит здесь и сейчас. Все происходит, вся твоя жизнь происходит прямо сейчас. Попробуй это осознать своей силой воображения. Попробуй включить воображение и осознать, что все происходит прямо сейчас. Сейчас мама и папа тебя зачали. Этот момент радости, сладостный, прекрасный момент любви происходит зачатие. Прямо сейчас. Свершилось. Свершилось зачатие. Сперматозоид попадает в яйцеклетку. И происходит чудо, волшебство. Прямо сейчас ты, маленький зародыш, находишься внутри мамы. Прямо сейчас у мамы отошли воды и пришло время тебе рождаться. Каждый рождается по-разному. Кто-то тяжело, кто-то легче. Кто-то прям выскакивает наружу. Прямо сейчас ты родился. Прямо сейчас все происходит. В этот момент времени. Не вчера, попробуй силой воображения это почувствовать, увидеть, услышать. Не вчера. Это происходит прямо сейчас. Прямо сейчас ты стоишь у доски в школе и волнуешься, не зная, что ответить. Прямо сейчас. Ты вышел из школы, закончил учиться и поступил в институт. Прямо сейчас. Сейчас в твоей жизни происходят яркие события, записка, которую ты пишешь, волшебные слова, энергии, которые ты наполняешь эти слова и передаешь свою записку какой-то девочке. Это происходит прямо сейчас. Прямо сейчас тебе бьют по носу, кулаком в драке. Какая-то неприятная ситуация. Ты ломаешь руку и падаешь, и тебе больно, попадаешь в больницу. Это все происходит прямо сейчас. Прямо сейчас ты сидишь возле костра с чашкой горячего чая и понимаешь, Господи, как хорошо ты видишь перед своими глазами звезды, своих дорогих тебе людей. Кто-то играет на гитаре. Это классное, приятное состояние происходит прямо сейчас. Прямо сейчас знакомство с твоей будущей женой, с твоим будущим мужем. Прямо сейчас, вот этот момент, он происходит в эту секунду. Не вчера, не 30 лет назад, не 20 лет назад, не 5 лет назад. Это происходит все прямо в этот момент, в эту секунду. Попробуй посмотреть не в прошлое, а в сейчас, в этот момент. Закрой глаза и попробуй посмотреть в сейчас. Когда я впервые испытал этот опыт посмотреть сейчас, я посмотрел, как мы с отцом шли на огород. Нам надо было идти минут 10-15 от нашего дома. Мы шли на огород, и в этот момент у меня просто были воспоминания. Да, события, вот мы с папой идем на огород. Но вдруг, когда я включил силу воображения и осознанность, что это происходит в этот самый момент, я как будто бы оказался там, внутри у меня мурашки по телу. Я как будто бы оказался там, внутри этого дня, где мы с папой идем. Мне не больше 5, может быть, 6 лет. Я совсем маленький, и тут на полу я вижу валяется фантик от шоколадки. Это были 86-87 год. Я поднимаю фантик с пола, с земли, нюхаю его, говорю, как вкусно пахнет. Папа мой растерялся, и я просто в этих состояниях, я вижу все вокруг. Я чувствую тепло улицы, я чувствую, какая погода сейчас, я чувствую время. Вечер около 19-19.30 вечера я ощущаю все, что вижу вокруг себя. Мне кажется, что я вижу даже надписи на заборе, что написано, какие прохожие нам встречаются. Это настолько детальное воспроизведение всей картинки, потому что я не вспоминаю ее, а я ее переживаю прямо сейчас. Это так трогательно, идти с моим в то время молодым, здоровым папой по улице, слышать, о чем он говорит. Я слышу слова, о которых мы разговариваем, про что мы разговариваем. Это мгновение, этот момент. Это все равно, что сохранить информацию на флешку, а потом ее воспроизвести. Но воспроизвести не в видео, не в звуковой ряд, а произвести ряд состояний, ощущений. Это все происходит в этот самый момент времени. Прошлое, настоящее будущее происходит здесь и сейчас. Время идет вот так. Не вот так. Не вот так, не в длину от начала до конца. Время идет вот так, пронизывая собой все. Все происходит здесь и сейчас. Происходит все в мгновение. Прямо сейчас, представляешь? Прямо сейчас происходит то, что с тобой через 556 лет. Через 556 лет тот самый день, в котором ты сейчас находишься. Это будешь не ты, это будет другое физическое тело. Да, возможно, конечно же, возможно. Это будет другое физическое тело, и звать его будут совершенно иначе. Но это будешь ты. Прямо ты в этот момент сейчас что-то испытывать, какой-то опыт, какое-то состояние. Но возьмем отрезок нашей жизни, наши 80, 100, 150 лет, сколько люди живут на данный момент. Это все происходит здесь и сейчас. Давай я тебе еще больше приведу пример. Я часто его привожу, но я понимаю в энергии, ощущаю, что ты не до конца понимаешь, как это происходит. Прямо сейчас я тебе говорю. Я сижу в своем офисе сейчас в Москве в данный момент. Время около 15 часов дня. Я говорю тебе это сейчас. Ты слушаешь то, что я говорю в записи, и, казалось бы, прошло какое-то время. Два часа, пять часов, пять дней, сто дней, пять лет. Какое-то время прошло, но ничего не прошло прямо сейчас. Направляя силой воображения, свои внутренние глаза, я вижу каждого человека, который слушает то, что я сейчас говорю. Это происходит все прямо сейчас. Ты слушаешь эту информацию в этот самый момент времени. Все происходит здесь и прямо сейчас, в эту секунду. Я не в записи говорю. Я в этот момент своим сердцем, своей душой с тобой в этой комнате, в этом пространстве. Про пространство нужно тоже поговорить отдельно. В отдельном видео поговорим, дорогие волшебники, про пространство. Пространство между нами не существует. Это такая же иллюзия, как и время. Мы все находимся очень близко в одном месте. Да, мы раскидываем себя расстояниями для того, чтобы замечать реальность этого мира, рассматривать ее по сторонам, чтобы долго ехать в поезде или лететь в самолете, чтобы испытывать разные состояния. Мы в разных местах, но на самом деле расстояния не существует. Пространство между нами не создает расстояния. Мы все в одном месте находимся прямо сейчас. В одном месте. Очень близко. Рукой можно протянуть, и ты возьмешь меня за руку. Мы настолько близки с тобой прямо сейчас, прямо здесь. Это очень здорово. Об этом немножко позже. Пожалуйста, слушай сейчас очень важные две вещи. Я буду тебе объяснять, и я хочу, чтобы ты их сердцем услышал. Сегодня день моей смерти. Сегодня день моей смерти. Сегодня день похорон. Сегодня собрались люди, которые меня хоронят. Сегодня это происходит прямо сейчас. Сегодня они переживают определенные состояния, определенные эмоции. Каждый из них, каждый из горячо любимых мной людей переживает определенные мысли. У них в голове информация. Дорогой любимый умер. Папа умер. Сын умер. Кто-то. Понимаешь, они сейчас, каждый из них переживает определенные состояния. В этот момент времени. И в этот момент я могу, обратив свои глаза, воображение внутрь себя, увидеть, что происходит вокруг во время похорон, во время смерти. Я могу энергию направить и утешить каждого из них, сказать, не бойся, не переживай. Мы не расстались, мы здесь. Все хорошо. Смерть не страшная. Обнять их своей душой, своей любовью, сказать, не плачь. Все хорошо, не переживай. Это всего лишь иллюзия. И человеку в этот момент становится легче. Он вдруг плачет, но вдруг понимает, какое-то осознание приходит, какая-то мысль, какое-то тепло. Я помню, умер мой друг. И мне сообщили смс, что умер мой друг. И в воображении мне стало вдруг понятно, почему у меня ощущение было, что Димка, Димка Комаров, мой любимый друг, сейчас со мной в машине, я за рулем, а он прям рядышком здесь. Но я его не вижу, но в энергии чувствую, как будто бы в этой машине мой друг Димка Комаров. Он здесь рядом, я ощущаю его по энергии. Потом у нас еще был опыт с ним встреч, общение через сны, через осознанные сны. Это было настолько реально, с последствиями в реальном мире, с интересными историями. Я про них уже когда-то рассказывал, год назад, в своих видео можете посмотреть мои истории про волшебные сны, как это бывает. Сейчас, в этот момент времени, происходят похороны моего прапрапрапрапрапрапраправнука. И я могу полететь туда в мгновение ока и оказаться прямо там и рассмотреть все, что происходит вокруг на похоронах моего правнука. Там незнакомые люди, я их не знаю, но это все мои поколения, которые пошли дальше после меня. Я был каким-то там сотым поколением моих предков и могу оказаться в моменте, в жизни и состоянии людей, которые будут после меня. Если направлю силу своего воображения, фантазию, разрешение, разрешение самому себе увидеть дальше, все происходит здесь и сейчас в твоей жизни. А теперь самое главное, завтра не наступило, ничего еще не создано, ты еще не сделал своих решений и выборов. Ты только сейчас делаешь какие-то выборы, состояния, решения, чтобы создать завтра. То, что произойдет завтра, зависит от тебя сегодняшнего. Завтра книга еще не написана, страница еще не открыта, чтобы написать историю завтрашнего дня. Ты сейчас живешь этот день, эту жизнь, этот момент. Завтра еще не произошло. Бог находится вне времени. Если мы рассматриваем тебя в духовном мире, то ты можешь оказаться в любом из отрезков времени твоей жизни, в рождении, в сегодняшнем дне, в дне смерти. Представь себе колесо от велосипеда. В центре колеса втулка, от втулки идут спицы. И вот время настоящего мира находится в этой втулке. Из этого времени ты можешь оказаться в любом отрезке жизни. Но в это же самое время завтрашний день еще не наступил, ты еще не прожил его, у тебя еще нет опыта. Да, смотря через духовный мир, ты видишь начало и конец пути. Ты мгновенно оказываешься и здесь, и там. Но по факту время еще не прошло, опыт еще не пережил, состояние еще не состоялось, еще ничего нет. Там пустота, там пустота. В завтрашнем дне ничего нет. Мы можем видеть будущее через вектора, через силу воображения, заглядывая как бы через пелену того, что будет завтра. Но завтра не произошло, еще ничего там нет. Ты принимаешь решения сегодня, ты принимаешь выборы, ты создаешь завтрашний день сегодня своими состояниями, когда ты думаешь. Когда я думаю, я создаю. Мне очень важно, чтобы ты понимал суть времени, что, во-первых, время нелинейно, оно идет из одной точки. Все происходит здесь и сейчас, всегда, здесь и сейчас. Помнишь этот классный момент, когда папа держал тебя на руках? Это происходит прямо сейчас. Просто посмотри внутрь себя, войди в это состояние нуля, в состояние точки внутри себя. Это не сложно, не надо никак себя заставлять отгонять мысли, которые как пчелы летают. Нет, просто разреши себе эту иллюзию, разреши себе эту игру, разреши себе это состояние, где ты оказываешься и смотришь внутрь себя, внутрь тебя. Внутрь тебя, не машины, не этого тела. Внутрь тебя смотришь и оказываешься в состоянии, где ты можешь войти в любой отрезок времени. Иди в отрезок времени, где папа держал тебя на руках, где мама проверяла твои уроки. Иди в тот самый момент, где тебя мама позвала на ужин, и ты идешь из комнаты. У тебя классное состояние, такое веселое. Ты играл или читал или занимался каким-то интересным делом. Ты идешь на кухню, и там уже сидит папа, мама, твой брат. И вы садитесь, и сейчас будете ужинать. У тебя такая пришибленная, радостная улыбка, такой ты веселый. Сидишь и наблюдаешь за всем, что происходит вокруг тебя. Мама, папа, брат, картошка, рыба, хлеб, помидоры, компот. Все, вот оно, все. Жизнь протекает прямо сейчас, в эту самую секунду. Но в это же время я хочу, чтобы ты осознал важнейшую вещь. То, что ты не создал, еще не создано. То, что ты не создал еще в своих состояниях, в своих решениях и выборах, еще не создано. Матрица еще не простроилась. Не простроился твой завтрашний день. Не простроилась твоя жизнь через 5, через 10 лет. Ты создаешь это прямо сейчас, в эту секунду, в своем состоянии. Кто ты сейчас? Ты сейчас в долгах, в проблемах, в несчастьях, в ожиданиях, одобрениях. И что тебя будут ценить? Или ты сейчас находишься в состоянии обесценивания, одиночества, печали, грусти и беды? Матрица создается из твоих состояний. То, что там в тебе внутри. Прямо сейчас ты увидишь своими глазами через 5 минут. Ты увидишь своими глазами завтра. Ты увидишь через 5 лет. То, из чего ты состоишь, то и происходит перед тобой. То и начинаешь ты видеть в этой потрясающе интересной игре. В этой игре она кажется абсолютно настоящей. Ты прям погружен внутрь нее. Я недавно летал на самолете. Истребители в виртуальных очках в настоящей кабине самолета. Ты как бы садишься в кабину. У тебя полностью штурвал. У тебя вторая рука на каких-то приборах. У тебя ноги на педалях. И ты полностью управляешь самолетом. Я так тебе скажу, что несмотря на то, что мой ум знает, что это всего лишь виртуальное реальное. Что это очки у меня на голове. Но мое тело, оно как будто бы прямо сейчас летит в этом самолете. И все кажется настолько настоящим. Я потом два часа отходил от этого. Меня просто укачало так сильно, что я уже не знал. Ничего не хочется. Хочется, чтобы все пришло в одну точку. Управлял самолетом. Кажется, что все настоящее. И тебе кажется, что жизнь настоящая. Но прикол в том, что она создается тобой из твоих состояний прямо сейчас, в этот момент времени. И завтрашний день еще не наступил. Будущего нету. Там ничего нет. Пророки пророчествуют. Ясновидящие видят, что они пророчуют, что они видят. Они видят твой вектор жизни. Твоего выбора, сегодняшнего состояния. Ты в каком-то состоянии находишься. И они видят твой вектор состояния, куда он тебя приводит. Силы воображения, своего воображения. Они настолько классно чувствуют энергию. Они понимают, что будет за поворотом. Но на самом деле за поворотом будет то, что выберешь ты. И ты можешь выбирать каждый день, менять сценарий своей жизни. Да, тот, кто находится вне этой жизни. Вне осознания этого времени. Он видит все, что ты сделал. Все выборы, которые ты принял. Но выборы принимаешь ты сам. Ты сам решаешь, что будет завтра. Завтра, что будет в твоей жизни. Решаешь сегодня. И ты влияешь сегодня на все, что увидят твои глаза. Почувствуй твои руки. Почувствуй твой рот. Услыша твои уши. Почувствуй все твое тело. Ты сейчас это делаешь. Сейчас, здесь, там, где ты находишься. Время. Это иллюзия. Время существует только для тебя, чтобы ты переходил из одного опыта в другой. Но сейчас ты создаешь то, что будет завтра. То, что завтра еще не существует. Все рождается и создается в тебе, в твоих мыслях. О чем ты думаешь? О чем думать и как думать мы поговорим об этом в следующих видео уроках. Попробуй посмотреть это видео несколько раз. Попробуй, попробуй. Эта информация понятна, она спорная. Ты можешь ее по-разному слушать. Но попробуй ее услышать. Попробуй понять. Попробуй попрактиковать сейчас. Посмотреть внутрь себя. Разреши себе, что хотя бы в иллюзии ты научился это делать. Просто закрывать глаза и оказываться с отцом на огороде в моменте. Оказываться на дереве, когда бык прибежал, чтобы тебя проткнуть. У меня была такая история в жизни. Когда мы с пацанами, мне было лет 13-14, 13 наверное. Мы с пацанами играли в мяч. И я весь вечер дразнил молодого быка. Он не дотягивался. Веревка, колышек его держал. Он не дотягивался. И как раз расстояние метров 10 до меня. Я ему постоянно дразнил. Говорил ему му-му. Показывал ему рога. И в один момент, когда мы уже уходили с этого места, с этой лесополосы. С пацанами. Они пошли дальше. Я остался по малой нужде возле дерева. И вижу их лица, когда они поворачиваются, смотрят на меня. Они успевают только показать пальцами в направлении куда-то сзади. Я поворачиваю голову и вижу, как в двух метрах от меня бежит бык. Наклонил голову и бежит прямо в меня целиться, чтобы меня проткнуть. Не знаю, каким образом. Я просто подпрыгнул и сел на ветку. Когда бык ушел, где-то через полчаса. Бык ушел. И я спустился кое-как. И мы с парнями потом два вечера разбегались как угодно. Пытались пробежать по дереву, чтобы достать до этой ветки. Она была на высоте примерно, я не знаю, 3-3,5 метра. Ну, невозможно допрыгнуть никак. Адреналин, понятно, сыграл какую-то роль. И в моем теле, фух. И я подпрыгнул и сел на ветку, которую допрыгнуть невозможно. Просто невозможно. Очень высокая ветка, высоко находится в дереве. И вот я в моменте оказываюсь, просто направляя силу своего воображения, стоя у этого дерева и вижу глаза этого быка. Я могу рассмотреть его ресницы. Я могу рассмотреть его рога. Я знаю все, что будет дальше происходить в моменте состояния. Попробую это сделать. Послушай это видео еще раз. Я разрешаю тебе, я разрешаю, как главный волшебник, тебе включить силу воображения и увидеть то, что невозможно увидеть, невозможно увидеть. А ты попробуй. Попробуй сейчас. Переживи те состояния, моменты, которые захочешь. Просто прикоснись к ним. Акажись. Акажись. Акажись прямо сейчас. В 80-е просто я начинаю сразу видеть чьи-то события. И море, 80-й год. Я тогда, кстати, еще не родился. Июль месяц, 80-й год. Я вижу, как кто-то приехал в Сочи. В Сочи приехал и смотрит на море, стоит на пляже и смотрит на море прямо сейчас. Это молодая, красивая девушка. Представляешь, ты сейчас меня слушаешь. Так обалденно. Прошло 43 года, почти 44. 80-й год, лето. Июнь или июль. Июнь или июль. Я родился 2 августа 80-го. А ты приехала в Сочи и стоишь, смотришь на платье, светлое поколено, высота платья. Ты смотришь, что-то в руках держишь. По-моему, сандали держишь в руках и смотришь. У тебя состояние такой улыбки и счастья. Я прямо сейчас могу это увидеть. И ты, пожалуйста, прямо сейчас вернись в это море, в это Сочи, 80-й год, июнь, июль. И посмотри на море через твое то состояние. Но прямо сейчас происходит. В эту секунду ты приехала и смотришь на море. В эту секунду все происходит. Время нелинейное. Оно вот так происходит все. И ты можешь оказываться в любом моменте любого человека, если разрешишь себе видеть больше. Просто разреши себе эту иллюзию. Мне нравится эта игра, мне нравится эта иллюзия видеть, чувствовать, рассказывать людям и потом просто рассказывать им. А они говорят, Володь, это все было в точности, как ты рассказал от начала до конца. Про будущее то же самое. Каждый человек это может делать. Это не какие-то волшебники, гуру. Просто разреши себе смотреть внутрь себя глазами не физическими, а глазами настоящими. Разреши, и ты будешь видеть больше. Видеть вне времени, между временем, между пространством. Это волшебство. Да, это волшебство. Сейчас для нас это волшебство. Но через каких-то 100, 200, 300 лет это будет наука. Это будет просто наука. И многие люди будут учиться этому в институтах. направлять свое внимание, перенаправлять свое внимание на разные точки реальности, которые нам необходимы. Будут такие спецназовцы, которые все отслеживают, все видят, все чувствуют, все понимают. Они уже сейчас есть, но это будет прям для очень большого количества людей. Придет больше научных открытий, больше понимания времени. И человечество научится использовать эти таланты на обыкновенном жизни. Если бы я рассказывал об этом лет 200 назад, меня бы, наверное, на костре сожгли. Сейчас я рассказываю об этом вам. Никто на костре не сжигает. Все начинают пробовать, практиковать. Скоро этому будут учить в институтах. Хорошо, волшебники. Увидимся с вами на следующем уроке. Пока.